Привет, джумловоды! На связи Фёдор Васильев. В этом видеоуроке я хочу вам показать бесплатный, русифицированный, крутейший, мощный компонент для замены медиа-менеджера, стандартного медиа-менеджера Joomla 5. Данный медиа-менеджер я уже посмотрел и потестил. Какие-то функции схожи со стандартным медиа-менеджером Joomla, какие-то его превосходят. Крутые эффекты, крутые возможности можно там совершать. В данном компоненте. А что за возможности, мы очень скоро рассмотрим в рамках этого видео. И вы сможете бесплатно официально скачать данный компонент и установить его на свой Joomla сайт. Но прежде чем мы приступим к этому, я хочу вам напомнить. Если у вас нет времени или вы сомневаетесь, вы всегда сможете заказать сайт у меня, написав мне или позвонив абсолютно бесплатно по контактам, которые вы видите вот здесь. Через мессенджеры. А мы с вами возвращаемся к теме урока. Итак, перед вами сейчас интересный мощный компонент, бесплатный, русифицированный для замены медиа-менеджера для Joomla 5. У нас имеется компонент и плагин. Поддерживает Joomla 4, поддерживает Joomla 5. Ссылку, чтобы скачать компонент себе, я оставлю в своей соответствующей статье на своем сайте fedorvasiliv.com. Ссылка будет в описании под видео. И вроде бы что-то новое, а вроде бы и то же самое и медиа-менеджер. Судите сами. Вот его основные возможности. Массовая загрузка файлов. Создание и удаление папок. Обрезка и изменение размера изображений. Переименование файлов и папок. Группировка файлов по типу. Добавление водяного знака, что точно у нас нету в обычном медиа-менеджере. Прикрепление файлов к пользователям. Автоматическая транслитерация имен файлов. Сохранение исходного изображения. Разрешение для групп пользователей. И контекстное меню, которое может вызываться правой кнопкой мыши. И это еще не все. Переходим на мой тестовый сайт. Здесь у меня уже все установлено. И сначала мы с вами перейдем в плагины. И я зайду в отключенные. Вот у нас этот квантовый менеджер. Я хочу просто вам показать, что у вас будет интеграция, если вы будете использовать этот менеджер у себя, с конструктором SPPatchBuilder и с конструктором страниц от UTEM. Чтобы этот конструктор, то есть тут настроек нет, просто включаете его и он будет в вашем конструкторе работать. После активации компонента у вас остается медиа менеджер. Вот он, родной тот самый медиа менеджер. А новый, который здесь у меня уже установлен, он будет находиться в компонентах. Вот он, этот менеджер. И давайте просто посмотрим, как это все здесь работает. Я здесь создал уже папку музыка. Папка видео. То есть файл сюда закидывается без проблем. Наверху у нас есть стрелки назад-вперед. Это шаг назад, шаг вперед. Дальше отображение. В каком виде вам демонстрировать. Кнопка создать. То есть можно сразу создать папку тест. И она у нас вложенная. Заходим внутрь. Вот у нас видео. Вот папка тест. Естественно, если мы будем находиться с вами в корневой папке, тогда вы создадите папку в корневой. Если хотите вложенную папку, то сначала вводите в папку. Ну, в общем, как обычно все. Давайте я какую-нибудь картинку перенесу. Могу просто перетащить картинку. Вот она у нас загружается. Сразу хочу показать водяной знак. То есть вот у меня картинка выделена галочкой. Я нажал водяной знак. И я вижу, что водяной знак вот здесь вверху прицепляется. Где его настройки, мы чуть позже с вами посмотрим. Что здесь еще интересно? Кнопка обновить медиа менеджер. И вот эта кнопка, которая позволяет с некого сервиса, смотрите, не прибегая в интернет, подтягивать какие-то изображения. Есть поиск, который работает. То есть прям по-русски, наверное, по-английски будет лучше работать. Вот собаки, допустим, кошки. Нажимаю на картинку, идет сохранение. То есть не надо искать картинки в интернете. То есть здесь интегрировано с каким-то сервисом стоковых картинок. Как материалы вставляются, допустим, в статьи. Заходим в какую-нибудь статью. То есть у нас вот здесь контент. Медиа – это то, что наш медиа, встроенный в Joomla. А наш компонент, он вот здесь вот, чуть ниже. Выбираю какое-нибудь изображение и нажимаю «Встроить». Можно указать ширину, высоту, описание. Вставить файл. И наша картиночка, давайте я здесь подубавлю. Она очень большого размера. Она у нас размещается здесь в статье. То есть сразу имейте в виду, если вы загружаете картинки с этого стока. Почему-то вот скачанные картинки, видите, не имеет миниатюру. Вот с собаками, которые мы тоже скачали. Это она и есть. Но на сайте ее будет видно. Выделяем ее, вставить. Она очень большая. Поэтому сразу здесь 500 на 500 вставить вот эти собаки. Да, я пропорции тут не соблюдал. Просто показываю вам, что картинка загрузилась. Единственное, что непонятно, надо связаться с разработчиком, почему миниатюры не видны у скачанных изображений. Что касается логотипа, вот здесь вверху водяной знак. Тот, который я заранее уже настроил на картинку. Вы видели, я повесил. Вот я картинку вставил в статью. И кому нужно вставлять отсюда, через сайт, водяные знаки. Видите, этот менеджер может это делать. Также у нас здесь есть такое, как выделить все и создать копии, копировать, вырезать. То есть массовые действия. Кнопка настроек. Вкладки с настройками. Первая вкладка «Общие». Здесь у нас стандартные области. То есть куда будут попадать изображения. Это можно отключить, включить. Для документов. То есть это папка «Документы». Видите, у нас не включено. Будет наш сайт и папка «Докс». Вот я включил папку «Мьюзик». Создал папку, назначил ее здесь. Нажал «Включить». И для папки «Видео» я создал свою папку. Также по плюсу можно создать и другие области. И другие тонкие настройки. Следующая вкладка «Изображение». Если вы фотосток хотите отключить, чтобы он у вас не выводился, то вы здесь можете его выключить. Здесь также можно сохранить оригиналы. У меня по умолчанию это выключено. То есть оригиналы изображений. Автоматическое изменение размера. Если необходимо, чтобы изображения не превышали какое-то значение. То есть тоже очень интересно. Если большие фотографии, они будут обрезаться. И сразу можете назначить ширину и высоту. Вот интересный водяной знак. «Мною» был включен. Здесь есть «Авто», «Нет» и «Кнопка». Изображение. Здесь подгружаете свой водяной знак, который будете накладывать на изображение. И водяной знак в процентах. Процент водяного знака. Расположение водяного знака. «Top left» это значит сверху-слева. Дальше сверху по центру. Сверху справа. И так далее. Отступы водяного знака в пикселях можете задать. Редактор изображения. Можете сразу указать сжатие изображения. Степень резкости в процентах. Яркость. Размытие. Свои пропорции обрезки можно здесь добавить. Следующие цвета. Здесь вы можете изменить цвета палитры. Цвета файлов. Я указал JPG, пометил цвета. Но, честно говоря, я не увидел, где эти цвета меняются. Следующая вкладка настроек. Какая-то сложная. Документации. Об этом написано у разработчика. Это список настроек, который переопределяет настройки менеджера для указанной группы пользователей. Например, для пользователей группы менеджер, когда мы загружаем изображение, мы хотим использовать водяной знак. Но мы не хотим использовать водяной знак для группы администратор. Для этого нам нужно создать переопределение. Список доступных переопределений. Здесь уже, конечно, нужно вникать, если вот эту тонкую вещь нужно будет настраивать. И стандартная вкладка с правами доступа. Что мне понравилось, что загружая изображение с русским названием, оно автоматически транслитерируется на латиницу. Я не помню, в медиа менеджере обычном у Joomla можно ли так или нет, но, по-моему, там просто файл не загружался на ваш сайт. А напишите вы в комментариях, потестите этот компонент и скажите, будет ли он для вас более удобен и понятен и более функционален. Или же не стоит на этом заморачиваться и нагружать сайт аналогичными личными компонентами и медиа менеджер стандартный, для вас более чем понятен и удобен. А я на этом с вами не прощаюсь и мы очень скоро с вами увидимся в следующих видео. Пока-пока, друзья. Субтитры сделал DimaTorzok